Мы улетели из Минска вечером, сходили, посидели все, конечно, до 4 утра. Мы улетели из Минска вечером. Мы улетели из Минска вечером. Мы улетели из Минска вечером, сходили из Минска вечером. Мы улетели из Минска вечером, сходили из Минска вечером, сходили из Минска вечером. Мы улетели из Минска вечером, сходили из Минска вечером. Киев, Карелия, Рика, международное забытие. Кременчук. Кременчук. Спасибо, что набрали. Курс. 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 Санкт-Петербург. Курс. 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 все базируется на алгоритмах и базируется на статистике, которую он собирает. Так вот, как работает Amazon Boost? Почему он работает на новом товаре, если кто-то не знает еще? Мы когда запускаем товар, это товар новенький, свеженький, на нем нет статистики, нет отзывов, ничего нет. Amazon не знает, куда его поставить. Вдруг это какой-то супер-супер бестселлер? Просто, когда мы начинаем мыслить с точки зрения программиста, который писал это все, и вот куда его поставить? Он начинает его не то что протестировать, просто статистики нет, и если статистика со старта набираться начинает хорошая, он думает, просто решает, что окей, значит будет выше, будем ему давать больше хайпика, включаются дополнительные инструменты, и вот таким образом он и срабатывает этот путь. Поэтому, когда люди там перестархуют снова листинг, он привязывается кассивно, вся эта статистика, и когда они делают рестарт листинга, они получают снова этот путь. Но это ничего не решает этот рестарт. Потому что если конверсия у самого листинга плохая, то есть вот этот путь как использовали, конверсия потом после всех запусков опускается, и естественно вы получаете те позиции, которые заслуживают этого, ничего нового не будет. И потом начинается, а как, а как перезапустить. Ну вот версии я перечислял уже, да, что такое Boost, он как-то привязан к PSA, он как-то там, ну просто Amazon, в общем, вариантов множество может быть. То есть я слышал, что что такое Boost. А как, вот так лучше, да? Да. Вот так, да? Хорошо. Слышал очень много вариаций на эту тему, но вот Boost — это отсутствие статистики на листинге в первом начале. Всё. Ничего нового. Я в этом плане не скажу, если кто-то это вообще не знал. Поэтому пусть они существуют. Кто там сказал, что это миф, так оно и есть. Как Amazon ранжирует листинги в аркане? С новость на каких показателях? Давайте чуть-чуть оживимся, да. А! А? От балды? Не, ну, можно. Ещё? Ещё варианты будут. Конверты и параметры. По конверсии и по релевантности. Релевантность — да, но конверсия — да. А, само собой, что ещё? Локация покупателя. Отлично. Все видят, что смотрели? Я надеюсь. Сейчас смотрят. Значит, выше находятся всегда те товары, которые продаются больше и лучше. Они должны и больше продаваться, и лучше. Да. Больше в количестве в деньгах. Больше в скорости. Я ж не с Амазона, но, в принципе, из того, что я слышал, они считают юнитом. Штука. Даже не радиаха, а юнитом. Но всё равно, когда у тебя получается несколько юнитов на ордере, это не имеет того же веса, как если было по одному юниту на ордере. Там форма чуть сложнее, мы её не знаем, конечно, до конца. Больше — это скорость продаж. Лучше — это конверсия. Обязательно именно по конкретному ключу. А если ты продаёшь 300 штук, а если клиентик был по конкретному ключу, то ты продаёшь вам несколько штук. Ты можешь, конечно, наваливать… Смотри, там есть ещё… Ну, мы чуть дальше остановимся, когда к вопросам подойдём. Ты можешь, конечно, наваливать внешнего трафика сколько, чтобы ты будешь поддерживать. Либо этот ключ, либо вообще объём будешь поддерживать. Амазон просто не будет понимать по внутренним алгоритмам, откуда тебя покупают. Но это не та ситуация, которую мы сейчас рассматриваем. В смысле рассматриваем это внутри Амазона? То есть как товары между собой конкурируют? И они конкурируют исключительно на объёме продаж. То есть просто сами подумайте, первая страница ограничена. 80% продаж идут с первой страницы. Если у тебя 80% продаж с первой страницы, то все за неё конкурируют. Будучи Амазоном, кого бы я туда поставил? Тот, кто продаёт больше всех и потенциально может продавать больше всех, а потенциально эта конверсия и есть. То есть если на количество просмотренных страниц делается больше покупок, это и есть. То есть новый товар зашёл, ещё он не продаёт больше всех. Но, в принципе, потенциал у товара хороший. Конверсия, да. То есть я сейчас тут вещаю немножко капиталношевидность, конечно. Многие Амазонщики это всё не знают. Но дальше будут кейсы, будет интереснее. Так вот, конверсия — это заказы к сессиям. И Амазон на их бизнес-репордах показывает очень красивую конверсию всегда. Но часто мы остановимся на низкой конверсии, потому что по объёмам продаж и так всё ясно. Чем больше, тем лучше. Но очень часто бывает, что человек приходит, с каким лицом ещё не продаётся, что делать, как их снимает. И ты просто смотришь на его среднюю конверсию, например, и говоришь, вот смотри, у тебя… Я специально обращаю внимание на эту… Это не формула, это просто это сменение. Вот у тебя конверсия средняя, там, 10%. То есть что это означает? Тебе надо для одной конверсии, для одной продажи 10 кликов. Посмотри, сколько у тебя стоит, там, цена запретная средняя. Три класса. Да? Вот цена товара 2599. Какой бы это хвост? Ну, 115%. То есть, понимаете, он как-то зашёл в нишу, при этом у него нет шансов. Просто со старта нет шансов. То есть, разве что конкуренция настолько высокая и листинг настолько плохой, что, ну, не то что плохой, он так конверт. Что просто шансов у этого товара не особо. Скажите, на что мы можем влиять? Больше всего на что мы можем повлиять вот в этом неуравнении? Ну, на цену мы можем, конечно, повлиять, но цена – это имеется в виду не по которой мы продаём, а это та, которая есть средняя по нише. То есть, я могу поднять до 3099, но я тогда должен предложить что-то такое, что… Поднимите, скажите, конверсию, а тут цену опоции, она какая-то. Там есть средняя опоция, да? Да? Расходимся. Конверсию? Всё. Понятно. Выхода нет просто. Цены поднимаешь, конверсия падает. Конверсия… Выхода нет. Для чего это было? Я здесь написал. Мы больше всего можем повлиять, конечно, на конверсию. И большинство людей, которые запускают товары… Тут было много людей, которые к нам приходили на консультации, на УДИП. И никто не уходил с вердиктом «У тебя отличные листы». Никто вообще не уходил. Да? Не было такого. Не было такого. 120 консультаций. Ни одного. Просто вот та вот цифра – это влияние на конверсию падалистов. Мы сейчас только про PPC собрались и разговаривали, это всё фигня полная. Потому что PPC – это просто трафик. Мы его купили, он у нас заходит, либо конвертится, либо нет. И когда ко мне кто-то говорит «делай хороший окос», я говорю «ты висим сначала хороший». Поэтому мы поедем дальше. Вот мы больше всего можем влиять на ту… Вот именно на конверсию. Ничего другого у нас нет. Она может быть, знаете, когда высокая? При плохом листе. Никогда конкуренция не низкая. То есть вот низкая конкуренция бывает… Не бывает. Там именно были такие случаи, когда человек заходит с товаром. Кроме точно. Знаете, да? Заходит с товаром, там, 30 баксов поставит. Всё продаётся. Я зашёл, там, 200 баксов бюджет купил. А вот, вообще, 80 штук на следующий день. И давай разгоняться. Но! Это всё закончилось тем, что конкуренция стала лучше. Я думаю, что мы будем конкретнее сказать, почему она стала лучше. Я уже говорил, да? Высокая конверсия – это такой листинг и PPC Boost – это то, что я говорю, но не все это помнят, знают. Амазон не засчитывает клики с рекламы в конверсию в бизнес-репорт. Мы не знаем, какую конкретно конверсию он использует в своих алгоритмах. Но есть моё предположение, и Серёжа, партнёра моего тоже, на опыте уже, что он использует именно конверсию в бизнес-репорт. Потому что с программистской точки зрения засчитать эти клики в сессии не было никакой проблемы. То есть это не техническая проблема. Они так специально это делают. Мы писали, я буквально ночью написал запрос по поводу, засчитывая по поводу… Засчитываются ли клики с headline search в сессии? Мне какую-то пункту ответили, надо ещё у вас уточнить. Но ещё девочка знакомая спрашивала, писали, что нет. Амазон таким образом сделал инструмент, вот PPC он как инструмент для запуска специально сделал, и инструмент для искусственного завершения конверсии. Я понятно сейчас объясняю? Сейчас я просто, чтобы вы поняли, как это работает и почему так было сделано. Вот ездил и ехал новый товар на Амазон. Амазон о нём ещё ничего не знает. Мы там его наинфиксировали, всё, он там находится. То есть, но Амазон должен предоставить вам какой-то инструмент, чтобы вы начали разменяться. Потому что, допустим, по уголовному ключевому слову, по этому товару, там, две тысячи листы. И вы там появитесь где-то в конце, и вас никто никогда не будет. Он вам даёт такой инструмент, чтобы вы заплатили денег, показались, возможно, по нерелевантным ключевым словам. Вы не знаете, как оно будет продаваться, из каких слов оно будет продаваться. Так вот, возможно, вы будете показываться по нерелевантным словам. Вы не умеете настраивать рекламу, там, ещё что. Только листинг сделает, там, автомат неправильный ключевый заберёт. И вот вы начинаете показываться, и он вам даёт статистику. И при этом он эти клики не засчитывает вам в сессии, и таким образом не портит конверцию. То есть неправильно настроенная рекламная кампания не портит конверцию. Саша, вы примеряете? Мы писали пять раз в суббор специально. А! Вот. Читайте. Я, наверное, с третьего раза поставил вопрос таким образом, чтобы мне ответили точно, что нет. Потому что обычно я не дал такой курс. Мне кажется, когда я правильность для нужны написал, она мне рассказала всё. И как сессии работают. А на вопрос так и нет. Ну, вы знаете, что такое суббор, да? Вот. Значит, суббор это отвечает в 100% случаев. И, естественно, нигде в хелке это не написано. Проверяли мы феликс ещё как. Даже у тебя, по-моему, видно. То есть когда ты наваливаешь рекламы, а сессия у тебя не увеличивается количество. То есть наваливаешь это не так, и точно сколько включаешь на 10 долларов в день. 200 долларов в день с первого дня. У тебя там количество кликов 200 штук. А в бизнес-репортерах это товар новый, там 10 показывается. Он когда начинает расти вверх, их становится больше, больше и больше. Я сейчас хочу остановиться. Я говорю сейчас о запуске товаров, которые… Мы вообще нацелены на продажу товаров в районе под 50 и больше. То есть больше 100 штук в день. Потому что есть другие стратегии. Вот Серёжа расскажет про другие. Когда вы можете завозить большой ассортимент товаров, и каждый продавать. Или там по-другому немножко. Это всё работает. Но просто мы сейчас говорим о том, что мы страдкуем товары, потому что продавался много. Один товар. Один, пар. Сколько. Это не говорим о широких линейках, когда мы используем очень точечный бюджет. То есть там 10 долларов выделили товар в день, и вот он по чуть-чуть продаётся. Вот. Значит, что нам надо… Мы его обозвали, чтобы PPC пустом. И то, что я с самого начала говорил, что большинство усложняет. При идеальном запуске достаточно автомата и терпения. Деньги. 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 Денег надо? Зачем-то деньги и зарплаты? Вопрос. Такой вопрос. Если оно вакалы говорит, то надо сказать, что вы не покупаете. То есть они боятся, что ты дадут продать и так далее. Нет такого? Нет? Ну вот у меня вакалы, у меня показатели. Да, ты, да, фигачит. Там 10 долларов, ты идёшь, чтобы не стать. Ну, у меня не фигачит. У меня репортажа. У меня нет. Правильно. Я какие-то технические. Не-не, не вижу. Ну, деньги, да. И поговорим об автомате. У нас, знаете, эта тема про разогрев автомата, да, мы очень любим это слово. То есть я как специалист по инописи рекламе, для меня слово разогрев, оно такое аналоговое. И я вообще сильно смеюсь над ними. Вот мы нашли такую прикольную картинку. И когда мы вспоминаем разогрев автомата, мы её открываем и разживаем всей командой синим на ней. Может это мне напоминает примерно эту. То есть ну там просто все по-разному его, так сказать, запускают. Разные техники есть. Короче, техника запуска автомата сводится к тому, что вы, наверное, все его включаете. Вы его включаете, дарите ему бюджет и подбираете ставку так, чтобы бюджет выкидывался в течение суток. И он начинает вам давать показы и давать продажи. Значит, со старта всегда он будет давать продажи и показать. Я сейчас объясню, как он работает. И он работает на машинном обучении. Машинное обучение – это алгоритм, который на основании тех данных, которые есть у Amazon, которые он нам не показывает, конечно. И у него есть исторические данные, что человек, который покупал, я не знаю, тетрадку, может ещё зайти и купить ручку. Потом, когда он заходит покупать тетрадку, он ему показывает ещё ручку. То есть он учится и он это всё запоминает. Это раз. Два – он учится на вашем товаре. То есть ваш товар, он сначала начинает показывать по одним запросам, потом по вторым запросам, по третьим запросам, видит конверсию и CTF и принимает решение остановить или там дальше продолжить. То есть у нас опыт такой. Мы делаем листинг хороший, то есть уже опыт позволяет делать листинг со старта с хорошей конверсией. Мы включаем автомат, не то чтобы забываем про него, просто раз в сутки заходим и смотрим, и он разгоняется, мы увеличиваем бюджет и подбираем ставочку. И через неделю, через полгода, через две он начинает показывать результаты, которые потом из мануала даже иногда вытащить тяжело. Он показывает локос 29-25%. Он просто самоадаптирующийся механизм, но ему надо дать денег и дать время. Вот к чему сводится разогрев автомата. И он сам определяет, по каким ключам лучше вас показывать, и по каким вы будете конвертить. Нет, ничего не надо делать. Я говорю, что PPC специально было сделано такой простой, чтобы продавец мог ее запустить и забыть про нее. Я потом покажу скрины с PPC скопа. У нас товар запускался в начале апреля. Мы до сих пор ленимся на стройке. Это же Саша еще нашел. Это самое главное. Это самое главное есть. Мы здесь собрались и говорили в PPC, но самое главное – это листинг. Это просто основа. По поводу разогрева. Мы запускаем автомат и запускаем его с минимальной статки. В смысле будет выглядеть в разделе 1-2 по какому-то количеству сцентов. Разогреваем и плаваем. Мы запускаем, например, со среднего вида. Представьте себе, что мы продаем, например, точилки. У него цена загрит в районе полутора дома. А есть еще запрос «Battery Operated Pencil Shack». То есть точилка на батарею. У нее цена за клик именно на этот запрос – доллар. И что получается? То есть автомату мы даем 100 долларов, говорим ему «Показывай, пожалуйста, по 50 центов». И он просто конкурирует с теми запросами, у которых конкуренция ниже, а не по 50 центов. То есть вы не получите свой топовый запрос. Пока вы не поднимете ставку до полутора дома. То есть имеет смысл поднимать. Я не знаю, насколько имеет смысл вот так медленно поднимать. Я же говорю, мы запускаем, и там у нас уходит, не знаю, дней 5, чтобы просто чуть-чуть подняли до уровня, когда он весь тратится и дает столько продаж, сколько нам нужно. А как ставку? Ну, ставку, во-первых, сейчас автоматически стал показывать suggested, а во-вторых, ставишь ставку, смотришь на результаты вчерашние, позавчерашние, мало показывает – больше ставку. Много показывает. То есть привязанность к рекомендованным не было? Нет, потому что она очень часто опаздывает. Особенно в мануале она опаздывает. То есть буквально вчера в четверг мы делали аудит, и я смотрю рекомендованное 2 бакса, а у девочки получается реально клик 2.7. Ну, то есть даже выше верхнего порога, потому что есть товары, где она вообще выгоняется намного быстрее. Амазон, мы проверяли, кстати, вот эта вот рекомендованная ставка, она не привязывается к конкретному товару. Она показывает запрос всем одинаковым. То есть я заходил с разных аккаунтов, просто заставлял эти слова, с пальцами прямо всем обновленным. То есть это не очень умный механизм. Он такой просто статистический, да? Ага, еще такой вопрос. А, допустим, вы говорите, что продаем дочилки для грандашей, а увы, заходит в большей статусе, но он продает дочилки для грандашей. То есть его сам потом амазон уберет, потому что у него конверсия будет ниже, да? Или он может придачить до сих пор по ходу денег у него? Смотрите, в данном случае, в которых вы сказали, точилки для ножей вообще не будут показываться. Нет, точилка, допустим, что слово универсальное, и там… Они в разных категориях. Амазон это понимает. А вот мне допустим есть, что люди не татали. Заходят в мою категорию с другим товаром. То есть он взял мои ключи, выставал, поднял статус по максимуму, и показывается там, где он может показывать, но это не 100% реван. Значит, чем ниже CTR, тем дороже ему это будет обходиться. И со временем. До тех пор, пока у него есть бюджет, он будет там все время у меня пришли. До тех пор. У него цена за клик будет повышаться. Потому что сетей низкий. У нас были примеры, когда мы берем… Нет, учеников такие примеры. Они берут, запускали на высокочастотках, по которой сетей очень низкий был, потому что конкуренция высокая. И компания разгоняется, и потом она получает уже 7 дней статистики, и после 7 дней показывает, он вылезает 2 раза. Просто раз и меньше. Просто тут надо понимать, как работает вот этот алгоритм, который реклама. То есть ему нет смысла вас показывать на первых страницах, если на вас не кликают, потому что он берет и не закликнет. Если сетей низкий, то показывает – пропадут. Но надо бы поднять сталк, чтобы там показывать. Еще потом поднять. То есть он постепенно это отрежет. Чтобы вы понимали, вообще задачу сейчас надлона самое главное – они борются за релеванку. просто поэтому урезаются все в стерму, поэтому прикручиваются эти все слова к каким-то горем, что ты не можешь показаться. Когда-то, помню, по точилкам у меня было… Я сижу и думаю, это точилки, окей. По карандашам мне показываются, логично, правда? Сложно, но показываются. Потом думаю, кто карандашами пользуется? Те, кто раскрасками пользуется. Тогда как раз был бум на эти раскраски, знаете, такие релаксные. Думаю, вот, сейчас я буду показываться по раскраскам бумажных. Что вы думаете? Это было не очень плохо. То есть мне показывал… Amazon загружал буквально там чуть-чуточку на это слово, и то мне надо было сделать в PDF, я специально придумал coloring book, чтобы вставить его в title. Потом в PDF я высылал это в responder. А мне люди потом писали, а что не бумажное? Я бы не знал, что это ответить. Но в title мне надо было написать в PDF coloring book, то есть получить релевантность таким образом этой точилки в coloring book. И тогда я получал чуть-чуть показ. Потому что все равно слово coloring book не релевантно к категории точилок. И они, конечно, бьются за то, чтобы кастомер получил самую низкую цену, самые лучшие товары по самым выгодным условиям. И просто за своего кастомера они съедят всех селлеров без солнца и без соли. Поверь мне. Это с 1994 года компания существует, и вот это у них миссия. Я просто читал в самолете, как они мочили издателей, когда запускали Kindle. Просто словами не передают. Они год обязывали переводить свои книжки в электронный вид, не показывая Kindle. Просто рассказывая, что будет там что-то круто продаваться. А эти вообще ничего не понимали. И не говоря, сколько будет стоить электронная книжка. И когда они презентовали Kindle, и Bezos вышел и сказал, что электронная книжка будет стоить 9.99, любая, а все посидели. Потому что они вообще не представляют, что сейчас всю библиотеку выложат Kindle, и по ценам в два раза ниже, чем они продают в онлайн-сторе, в обычных своих книжных магазинах. Понимаете? Вот это вот, как это называется, нанимисия, это вот психология Bezos и всей компании. Они пьются за самыми вкусами. Свои книги они зарабатывают. Зарабатывают же долгие. Свои книги они зарабатывают. Зарабатывают же долгие. Уже электронные. Не, ну просто, все там, многие говорят, что там они там денег зарабатывают. Я просто верю, что все идет из этой идеи. Она первична. А дальше уже они смотрят, что так, пора нам становится прибыльным. Так, смогу бы собрать. О, смотрите. Вот эти вот хорошо продаются. Давайте MP поднимем. Идеальный запуск в нашем понимании. Это хорошо проработанный листинг. Раздача 5C Boost это сначала автомат, потом мануал. Я сейчас расскажу почему. Когда мы запускаем мануал и почему. И почему мы делаем еще раздачу. То есть вот раздачами вы как бы показываете Амазону. То есть не Амазону, а вот этому автомату, который вы запустили. Вы ему показываете по каким словам продается ваш товар. То есть вы его как бы направляете. И ему достаточно несколько штук раздать по запросу, чтобы он понял, что она вот здесь. Я к тебе буду апеллировать, да? Помнишь, мы начинали, там не было наших запросов, да? А сейчас оно валит по топовому запросу. Просто вот мы в Феликс запускали буквально новые товары. Очень сложный температный. Сколько за вчера? Я не смотрел. У меня сейчас 160. Ну вот 160. У меня сейчас что-либо нет. Раздачки? Украины и остальные. Ну вот. То есть ему надо просто показать… Нет, ну там просто куча вариаций. Там сложный товар. Но изначально мы сделали хороший листинг. Мы долго бились. У нас сейчас два набора фотографий работают. Один набор. Будем тестировать второй набор. Вот это главное, что должно быть сделано. То есть конверсия должна зашкаливать. И мы еще в конце поговорим так. Чем еще добавляем эту конверсию? Раздачами просто показываем автомат вот здесь вот. И 50 пунктов мы просто наваливаем. То есть даже там он какой-то нерелевант какой-то показывает, еще что-то. Оно все не засчитывается в конверсии. То есть конверс клик не считается, продаж считается. Раздача, 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 раздача. Раздача это имеется ввиду по… То есть до того момента, как у нас были отзывы, это были раздачи по SuperWare, кукурникам или другим этим углам на отзывы. То есть можно было объединить эти две задачи. Сейчас мы эти две задачи объединить не можем. И можем просто раздавать. То есть просто по этому же SuperWare или там другие сейчас эти ссылки используются. Чтобы показать Амазону, что этот товар с органикой купился по этому запросу. Да, да. Как понять базовые вещи? То есть средний конверс, то есть средний количеств продаж, чтобы рассчитать, на каком-то конверсном 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 товаре? Давай тогда закончим, про что-нибудь задавших. Вот еще здесь вопрос по раздаче. Какие товары, когда раздачники будете получать? Например, большой или дорогой. Второй пункт вычеркиваете? Да, вычеркиваем. И смотри, вот у нас таких товаров нет, поэтому не то чтобы теоретизируем, но как это получалось. Когда у нас дорогой товар, у нас маржа большая. То есть мы можем больше дать на рекламу бюджета, и просто со временем он сам найдет эти запросы. А по самым отношениям фронта какая разница? Работа у вас стоит у вас, что если распределение? Да. Обычно при дорогих товарах конкуренция ниже. И в штуках меньше ротать, потому что конкуренция ниже. И опосы, и конверсия будет выше, потому что конкуренция ниже. Миша отмечает, что здесь товары и средние цены, и дорогие. То есть, понятно, что если где-то выключать, выйдет очень сложно, потому что в первую выключу не бывает. Да, вот я про такое рассказывал. Вот он сложно. Ну, потому что вы ничем не отличаетесь, получается, от дешевого товара в глазах покупателя. Ничем не отличаетесь. Либо отличаетесь, но для него это не критично в данном товаре. Или бывают дешевые, где нормальные бренды стоят. Они намного дороже, но они все равно больше подают. А бывают они... Ну, у них просто реклама в бюджетах. Ну, а их просто будет весна. Да, да, да. А если этот бренд за время не изменится, он может быть не качественным, но это сложно преподнести. Тем более сейчас есть вариант. К вам с разным товаром всегда его можно было делать. Кто там эти выкупы делает, и второй момент там. Опять же, не поикрут, но это делать. Основная сейчас плата на рекору не совсем работает. Если товары, которые стоят, получали тысячи долларов, то они не сумели вообще. Тогда не потратим на 3. Тогда не потратим на 3. Давайте продолжим. У нас еще началось время. Можно еще вопрос? Да, да. Раздача. Сколько есть информации? Раздача с купонами или раздача по полной серии? Работает раздача с купонами. Какие это с ней имею ввиду? В том же аференцировке движения? Сравнить очень сложно. То есть, если мы там раздавали через Думбласт, потом раздавали по 50 штук в день, оно двигалось, конечно. То есть, через Думбласт ты не будешь раздавать 5 штук. Я к тому, что купоны можно легко раздавать, потому что будет 2 группы, и это будет работать. А можно более сложной модели, как покупать отзывы, допустим, по полной стоимости с компенсацией, и ты говоришь, игра, то есть вещи или нет? Я бы сейчас… А, в смысле, раздавать по полной стоимости с компенсацией. А будет это для Амазона? Ну, это будет 100% как органическая продажа, да? А насколько это влияет, я не буду, понимаете? Я не знаю. Но по тому, что я изучал и читал, постоянно говорю, да, если мы раздавали, то многое, поэтому нет такого сравнительного. Я через купоны 5 раздал и 5 раздал. То есть, Амазон такая штука, что показателей настолько мало, что ты не понимаешь, что на что влияет. Они сейчас там меняются. Вес, раздача такой и такой. Ну да, да. Постоянно меняются. Сегодня одно будет больше, завтра в другой. Да, в алгоритме это все хорошо. Да, реальные запуски обычно после всех листингов, что мы видели, выглядит так, что листинг никогда не бывает хорошим. Я объясню почему. Даже у нас он никогда не бывает хорошим. Мы запустили два, разогнали его до 80 штук в день и смотрим после этого. Ага, у нас покупатели ищут кто-то с другими запросами. Им надо это и это. Показатель получаем, кто этот покупатель, и мы начинаем его запиливать. Поэтому он идеальный, не бывает никак. То есть, наверное, товар скорее вымлет, чем листинг станет идеальным. Варианты? 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 Варианты. Варианты. Варианты разные бывают. У Феликсы хорошие варианты. Бывают такие, которые с разным писарем, не знаю. И там вообще трендец. Да, вот такие вообще товары, варианции мне не устал. Это просто жесть. Вот у меня точилки были. Подомога. Я просто точилки, это мой первый товар самый был, на который у меня и денег потерял, на который у меня учился. а потом уже клиентские, а потом уже наши, ну, в общем, и они у меня тоже… — Ты что-то потерял? А? — Клиентский потерял это? — Не, клиенты теряют, я не теряю это. Не, так бывает, ниша такая, что, я же рассказываю, что бывает, все супер продавалось потом, кредит, и все закончилось. — Ну да, ребята, приходится тоже самое, что по-другому вообще. — А мы как-то отвлекаемся. Просто ты такой, вау, вышел, возвращаешься из аута, а там такие, еще восемь человек с ценой ниже на 10 долларов, чем у тебя. — И качество, и качество, ну это надо сказать, не знаю, может ты что-то не видишь. — Значит, делают только раздачи, то есть вот то, что я рассказываю, это все делается одновременно и на самом старте. Именно тогда вот там все уже летает. Не выделяется бюджет на рекламу, то есть там 10 долларов поставили, он скликался, завтра прибегает. У меня кост, все, шеф пропал. Включили и забыли, пошли там. Так как я говорил, по-моему, и своим ученикам, именно в вебинарах, вот включили там 100 долларов, посчитали. Ну да, 700 долларов на неделю. Ну это торговля, по-другому не бывает. Большинство этого почему-то не понимает. Они приходят и говорят, вот я поставил у вас бюджет 20 долларов, у меня там сразу клик продать 3 доллара в нише. Ничего не продается. Ну и не продают. Наверное, не будет никогда. И вот это вообще никто не делает. Не анализируют конверсию по запросам и не дооктимизируют листинг по мере обгонка. То, что я рассказывал. То есть мы, когда получаем статистику, скачиваем, сводим за этой компанией по запросам. Мы просто понимаем, с какого запроса как продается наш товар. Можно получить доставку? Можно? Можно, но она будет, естественно, не относительно к нашему товару. Рассказываю, как очень простой. Берешь, добавляешь товар, такой, как тебе нужен, как FPM себе, И ты создаешь на него компанию. Можно не сохранять, получается suggest включить и suggest feed. И примерно ты можешь опираться. А средней конверсии нет. А средней конверсии нет. А средней конверсии нет. А средней конверсии нет. Он не выдает эту статистику, на которую сейчас статибюро мальчик разбирает. Он ее выдает просто. Хай, бонк. А, это денег. Это можно, но я не делал. Женя не постсоветовал, я не делал. То есть это надо выделить денег. Вот так есть. Запускаешь headline search, берешь товары конкурента, предполагаешь по каким ключам они будут продаваться, рекламишь его, получаешь стадис. Это как бюджетно-мархетинговый список. Тогда я не могу прибавить. Сделал левый аккаунт, но это сам. АМС просто сейчас не сделаешь. АМС понятно. У меня на новом аккаунте нет. На новом нельзя. Надо, чтобы он был в 90 лет. Люди до 100 тысяч долларов. Это черная сторона. АМС просто не выключает. АМС просто не выключает. АМС просто не выключает, потому что это единственное место, где мы можем получить статистику по запросу. с вопросом, которое относительно нашего реланга. То есть это непосрочный денег. И куча предположений. Давайте мы там склеимся, чтобы отзывы получить, и раздадим по какому-то ВИЧ-ключу. И ты такой говоришь, ну окей, а ты знаешь, что ты по этому ВИЧ-ключу? Как у тебя на конверте? Ну как, там же топы продаются с тысячи отзывов. У меня сейчас склеят и запустили. Но потом, если рекламу запустишь, посмотришь, и по этому ВИЧ-ключу там конверсия 5%. Да, там есть ключи, по которым там 15%. И получается, что человек может раздачами искусственно повысить конверсию, выйти в топ и точно так же благополучно. это все сдуется и уйдет. Просто потому что Амазон, как система, не будет держать на первой странице по запросу товар, который плотно конверсится. Это просто минута. Представляете, сколько денег это стоит им? Какие эксперименты? Поэтому мы всегда смотрим конверсию по ИСИ, именно по запросам, и по запросам. Амазон как система не будет держать как товар конверсится. Если товар не конверсится по какому-то ключу, а по нашему мнению он должен по ним конверситься, значит чего-то на листинге ему не хватает. Значит мы берем этот запрос, вбиваем в Амазон, смотрим конкуренцию по нему, смотрим, что предлагают конкуренты по этому запросу. И понимаем, почему наш товар, чем он от них отличается. И бывает так, что надо это делать, писать что-то в тексте, еще что-то поменять, для того, чтобы этот запрос начал срабатывать. Ну чего-то не хватает. Чтобы вы понимали, как люди покупают на интернете, вы сами покупаете, на Алиэкспрессе. Зашел на листинг, фотки глянул, на отзывы прокрутил, посмотрел, людям все пришло, 5 звезд купить. И вот эти вот 15 секунд времени ваша задача сделать так, чтобы человек понял, что ему это надо. Вот листинг это самое важное. Так, сейчас будет чуть сложнее. Как мы оцениваем результаты? Это вот формула, то, что я рассказывал, там на бриллианту. Это вот реальный кост, который мы можем получать по товару. То есть не тот, который там получает. То есть после запуска компаний, он в принципе будет, это средний кост по всей компании, он вот такой вот примерный будет. Но мы можем его даже понять со старта. То есть предположить, да, вот отвечаем на вопрос, какая конверсия, как понять, какая конверсия в нише. Предположить надо хотя бы, что конверсия 10%. Ну, нет, ну на товар, 10%, да, это нормально, это самый нижний кост. Есть нише, в которой конверсия нормальная, 5%, есть 3%. Но средняя температура поднимется, это начиная от 10. Ну, 15, 20, 30, это уже хорошо. То есть вот 10, это не... Просто мы не туда подставляем 10, и понимаем, что нам надо 10 кликов на один заказ. Смотрим вот так, как я рассказал цену за клик. Средний, опять же, по нашим допусмам. И понимаем, что сколько будет стоить нам одна продажа из рекламы. Ну, это все хорошо, да? А вот это разговаривали на том, что ты делаешь. И детали, как ты про... Да, пойдем. Да, пойдем. Да, пойдем. Да, пойдем. Скажем, я сейчас, спасибо. Вот. И, ну, CVR конверсия, значит, понятно, да? Мы получаем сколько кликов вам надо на одну конверсию, умножаем на среднюю цену за клик, допустим, 1,5$. Мы понимаем, что одна продажа нам будет стоить 15 рублей. Если цена у нас... А, ну вот у меня 2 доллара, да? Если цена товара у нас будет 29,99$, то понятно, что хвост это 66%. И мы, ну, как бы, когда мы начнем получать хвост 80, 70, 100, то мы будем и хотеть 20 при этом, то надо понимать, что вы его не получите. То есть вы его можете получить, если вы обрежете кучу показов, кучу показов по вашим целыми словам, которые стоят двое. Правильно? Правильно. Сейчас, Денис, хорошо. И вот этапы старта товара. Да, вот мы запускаем, мы на опрос вообще не смотрим. Мы смотрим на то, чтобы шел объем. Этот объем разгоняем, опрос там будет улучшаться с временем. И просто он нам сейчас не интересен. Получаем статистику, дооптимизируем листинг и начинаем понимать, по каким запросам мы продаемся, а по каким не продаемся. Вот на этом уже этапе мы можем завести мануал. То есть для чего существует мануал после этого автомата? Для того, чтобы дать. По объему, например, нам нужно дать. Какого объема? То есть вообще вот сколько бюджет скидает? Нет, я не имею в виду объема. Нет, я не имею в виду объема продажа. Например, если мы нахлаждались на 2, то есть конкурентинг, положительный улучшить на 3,5, то есть в 3,5, то есть в 3,5. У нас же больше органики продают. Да, это продают, ну понятно. Органика, то есть в мышке на все шагу на 3,5, 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 на 3,5. А что это нам стоит подать? Ну, вообще смысл, который будет заходить? Есть оно все конвертинг. Если оно все конвертинг, конечно, есть смысл, но там проблема ауто. И да, конечно, мы добавляем, просто все равно есть потолок продаж. Ниже, ты вышел на первую страницу, где ниже может конкуренты. Видишь, конкуренты продают 110, ты продаешь 90. И ты понимаешь, что больше ты пока не сделаешь. Внешними клеваниями возможно. Можно? Может быть такая ситуация, где он подает 10-10, ты продаешь. А ты, например, стал по потопу, он подает, и подает, и, естественно, просто продумался по органике. То есть, в органике, где дальше, где-то, в калаке. Может. У меня реально был статус, где-то, 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 где-то. Ну, они могли и отдачить их. Не, потому что он нестабильно продавал. Он нестабильно продавал. Он нестабильно продавал, и он перед пододелом в том случае. Потому что он пододел, когда-то не было, потому что у нас нет, и дарит. Ну, видимо, да, такая была конкуренция. Ну, то есть, надо предполагать, что, разумеет, там, было, ну, сотня, что-то так. Нет, это не 10, не 20, что-то. Нет, бывает ниши, где 10-20, кто попал. Я так и видел пары. В основном там, конечно, больше ниши. Ну, и вы не будете заходить нищу где 10-12. Ну, то есть, это уже, просто сейчас не рассматриваем те разные ситуации. Александр, а если, ну, допустим, при Анатолии в один день, мы понимаем, что у нас пока это 50-го, в последующий день 100, в последующий день 100, в таком формате бюджет корректирован, либо у нас не только 2-3. Ну, то есть, сначала, когда это угрозит, а второй меньше, а на третью еще больше? Нет, мы не коррективы просто ставим. Смотрите, автомат, он еще тоже такой интересный. Ты ему ставишь стол, он может расходовать 80, 80, 80, 80, 80, потом 50 стол. То есть, он, я же представлял, он самоадаптирующийся, и он просто догонит. Вот, сейчас еще я, я, по-моему, не включил этот слайд. Отзывы когда удалили. У нас шел автомат на бюджете с, ну, 100 долларов в день. Потом шел, шел, он разгонял, 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 потом отзывы удалили, и резко СТР стал меньше. Знаете, что автомат сделал? Он нам добавил плюс 50% показов. На те же деньги. То есть, кликом больше не стало, но он как-то нам решил помочь, потому что СТР пал, думает, чуваки там, погибают, бросили. Навалил нам чуть-чуть больше показов, он поддержал эту три дня еще со стола снова. То есть, ничего не изменилось, понятно, да? И он снова стал выпускать. За ним прикольно наблюдать, как домашняя звездочка, да? Там что-то сам копошится, там что-то показывают. Можно оборудование? А имеет смысл делать запуск автомата до того, как, хотя бы, диагнозы в контакте? Поскольку у нас клики не засчитываются, ну да, клики не засчитываются в соцсессии, то мы там дожидаемся первой звезды, а в моем случае больше нас давали. Я как продажа, у меня продажа, кстати, пошли. Да? Ну так если вот... Такая для конкурента нет? Очень, очень, поверю. Тебе нужно лучше опросить. У тебя преимущество конкурент не какой-то, за счет чего ты продавал? Так красивые цвета. Все, хорошо цвета. Да нет, я годы проехал. Ну вот, все готовы. Для нас просто люди, чтобы это, а то приносит одно и то, верно. И вот если одно и то же, будет живо, тогда, соответственно, надо понимать всем. Причина, почему мы будем покупать. Причина должна быть. В любом случае. А, ну да, да. Мы запускали, и вот этот товар, который я рассказываю, который поднял, показывал автомат, потом они упали, он у нас продавался, созданный, там было 90, он продавался до аута, там 80 в день, потом вышел в аут, мы его из аута вывели на другом аккаунте, и он снова начал разогнаться, то есть, видишь, мы разогнали, и тут вот его удалили, продавствовало 25, 35. Вообще, битвот уже может продается, но это может. То есть мы поговорим потом, что делать для того, что он продавался, но нам надо туда распорядать, потому что чуть не будет. А вот показать, что у нас есть определенные фрамы, которые в дизорце, например, или ремобов. То есть пропорциональные футболы, они будут такие же, как у нас в дизорце? Нет, конечно, конверсия будет просто по-любому, я просто. Нет, я понимаю, мы здесь пропорциональные объемные футболы, да, выделены здесь и дизорце. Понятное дело, что у нас не отсутствует, но там средняя, там, 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 подъемный, поэтому уже поэтим, по поэтим, по поэтим, делать 10, за поэтим 20. Так, И, если мы берем уже свой запрос, но теперь этот национальный собственный сход будет, пропорциональное разделение Сложно сказать, смотри, почему. Потому что есть понятие же выдачи, и вот каждая выдача по каждому запросу – это отдельная конкуренция. И если по какому-то запросу людям важны отзывы, или рядом стоят чуваки с отзывами, с таким же товаром, то по другому запросу этого может не быть. Но в общем, я думаю. Как там, что для оптимизации, мы уже реклама на полу, которые вставляют отзывы в каком-то начале полу, а потом, скорее всего, с этим вопросом, немного переорганизовывают. И еще не ждать уже каких-то отзывов? Мы предполагаем, что эти отзывы будут как бы появляться. Мы на это не обращаем внимания. Здесь тоже такие нюансы, значит, смысл особого. Потом проводится оптимизация рекламных кампаний. Запускаются мануалы. Мануалы запускаются для чего? Для того, чтобы дать больше денег тем запросам, которые продают. И, предположительно, протестировать те запросы, на которых наши зверушки автоматами пришли руки. Как они будут становиться. И подобрать ту ставку, по которой это все мероприятие нам не будет приносить любви. Вот, собственно, для чего мы используем мануалы. Можно, конечно, запускать не только автоматы. Можно сразу запускать вручную кампанию. Вроде. То есть это будет как аналогия. Оно будет более эффективно. Куда ближе. У нас работают автоматы. Мы сейчас полагаемся на это машинное обучение. И оно хорошо работает. Пока что. Я так предполагаю, что есть товары, которые очень конкурентные ниши. Например, надо будет сразу мануал опускать. А автомат может не разобраться. Но это пока не видно. Но даже у Belix конкурентная ниша, поверьте. Оно все равно нашло те запросы, которые продаются. А по одному до второму еще не совсем. Вчера, да, смотрел. Но тоже по чуть-чуть. То есть вот он находит. Он умнее, чем и друг. А это уже, знаете, как обычная вебмастерская штука. Когда вебмастер находит какую-то связку, трафик какой-то. Он пошел здесь с конверта и купил. Он потом бежит искать где-то другой источник трафика. Чтобы оно конвертировалось точно так. Тут то же самое. Мы сначала делаем этот запуск при помощи PPC. А потом ищем дополнительный где-то там. В PPC вот дополнительный мануал. Запускаем ресерч. Это headline. Product display. Это VMS, который AdWords. И можно что угодно. То есть можно кидаться сразу запуск делать с AdWords. Еще откуда-то. Но мы принимаем PPC как источник данных по нашему листингу. И данных по конверсии именно на Amazon. Потому что больше нет. Важный показатель на каждом виде мы его тоже рассматриваем. Это соотношение количества рекламных продаж ко всему объему продаж. То есть целевой процент это где-то 20. 20 и вот меньше это хорошо. То есть мы как-то 20% отдаем Amazon за то, что он нам дает статистику. Зарабатываем на 80. Но со старкой конечно у вас будет все склоз рекламы. И постепенно будет обвиняться органика. Это даже в минусовом. То есть это в большинстве слушают. А бывает, конечно, что он приносит доход. Из разницы можно наливать. Из-за того, что он не может запросить. То есть когда вы ставите ручную компанию, вы тормозите автомат? Не, 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 не. И бюджет? Ну он сам заберет показы из тех запросов, которые нужны. И на тех запросах будет опрос лучше, чем в автомате. Просто показываем и больше получим вручную. То есть понимаете, да? Просто автомат он такой, как это говорила Дима, который 50 лет писал. Как обровое бомбалентание. Ну, может, опыт не длится. ... ... ... ... ... ... Я еще раз говорю, мы полагаемся на это машинное обучение и себе облегчаем работу. Лучше я пойду на новый товар, на него деньги запущу по этой схеме, чем я буду тратить. Еще испорчу автоматную статистику по какому-то полу запроса, потому что я что-то не могу. Понятное дело, что какие-то клики уйдут. А что мне делать? У меня куча запросов по 3 доллара и по одному клику всего за 60 дней этого запроса. Смириться, ну что там? Это бизнес. Ты не выключишь, ничего нет. Да. Александр, пожалуйста, у меня вопрос говорят. Да. Можно на мегафон говорить, чтобы все слышали? А, хорошо. Просто у нас слышимость вам нехорошая, нет? И может, одна дачи еще не будет, и все лучше поймут тогда вопрос. Все, хорошо, это. Всегда... Да. Денис, давай еще раз этому вопрос, пожалуйста, когда я буду выступать. Давайте на него отвечу по микрону. Окей. Мы всегда пересчитываем реальную конверсию. А второго экрана у него нет? Наверное. Пересчитываем реальную конверсию, то есть мы берем сессии из рекламы, и PPC-кликс из рекламы, прибавляем к сессии и пересчитываем на ордерах, да? Чтобы понять, как реально конверсия. Потому что та конверсия, которая в бизнес-репортах, она неправильная. Понятно почему? Если непонятно говорить, я просто объясню еще. Это мы всегда делаем, потому что тогда ты понимаешь, что вот оно реально конверсия не так. А какая конверсия в PPC, она и так понятна. Она есть. Ну и вот мы как оптимизируем PPC листинг. У нас есть запросы, под которые мы оптимизировали со старта. И есть реальные запросы, они могут не совпадать. Могут совпадать, могут не совпадать, на какой процент, мы не знаем. Мы просто пытаемся это навести резкость потом до оптимизации. Давайте чуть быстрее и по статистике. Вот товар, который запускался, свеженький. Этот скрин я уже показывал. еще один вопрос. Как он сейчас себя чувствует? Вот смотрите. Сейчас скажу. Здесь 1200. А там 100. Нет. А там 1200. Нет. Здесь пройдет. Деньга. Вот он. Вообще ничего не было. Вот он пускает. Вот чтобы вы смотрели вот этот скрин, да. И вот здесь только автомат. Пусть ничего не было. И до сих пор нет манолога никакого. Вот он разгоняется. Видите, да, как оно разгоняет конверсию? То есть все продажи увеличиваются. В PC продажи остаются на одном месте. Вот сейчас как он совершит. Вот у вас взял драма и последний дат. Запуск? В начале апреля. Восьмого. А? Отзывов сейчас 70 будет. А еще про это у вас. Ваме? Взял? Да? Все, что ты рассказал, вы не так. Профит? Ну, да. Рекламный? Да. Рекламный? Да. Рекламный? Рекламный профит. Это почти меньше. Да. Да, да. Вот здесь вот это чистый вот. Ну, это не так. Ну, это такое, что все, да. Здесь рекламные затраты почти полностью закрывают затраты на автомат. Там, по-моему, какой-то плюс есть. А заработок на вот этом будет всем остальным. — Минус плава. — Ничего. Здесь ничего нет. Я сюда приехал, чтобы вам показать, что я ничего не сделал. — Хороший вопрос. — Реально товар хороший. Реально мы знали, что он будет продаваться. Он такой продавался у партнёра. Но мы зашли и сделали 100. Просто за счёт хорошего листинга, за счёт высокой конверсии, просто включили это. — А просто вопрос. Банали, кто в том, в том числе, вкладывает в понятие «хороший листинг». — Да. Вот это вот. — Про реальную конверсию, как вы говорили. А тысячу процентов минимум. Это в проблемном конверсе или в бизнес-репорт? — Я в бизнес-репорт вообще не рассматриваю. — Это была реальная конверсия. — Да, да. Только реальная и только PPC конверсия. То есть я когда пересчитываю PPC конверсию в реальную, они у меня должны совпадать. А PPC должна быть даже выше, потому что я же постепенно оптимизируюсь. Я по тем запросам, которые конвертятся, но хуже, вообще поотрезаю трафик. И у меня по-хорошему через какое-то время должна быть даже лучше, чем органическая. Но в идеальном случае хотя бы одинаково. Но бывают очень разные ситуации. Бывает так, что PPC супер все конвертится, а конкуренция настолько высокая в нише, что органические показы где-то там все где-то на вторых страницах и конверция в два раза ниже, чем PPC. Случай может быть много, что все засыпают. Надо как-то веселенье. Вот, скрин показал. Вот видите, 30% и это оно не оптимизирует. Нам надо оптимизировать и подливать другого трафика. Ну, дальше, дальше, дальше двигаться. Пока оно выглядит вот таким вот образом. И вот хороший вопрос. Что ж такое крутой листинг, да? И почему оно конвертит? Из всего написанного скажите, пожалуйста, кто… Кондексация отзывы. Начиная с пятого пункта. Кто использует скидки на постоянную основу? Так… Немного. Кто использует купоны на постоянную основу? Меньше. Кто позаливал уже себе видео на лист? Ну… Одни и те же люди. Кто обязательно оставляет вопросы-ответы? О, вопрос-ответы работают. Я, кстати, одну тысячу очень обнаружил. Крутую с вопросами-ответов. Вот эти вот штуки спят. То есть первые четыре я даже не собираюсь вам рассказывать и обсуждать. Все понимают, что это такое. Может быть, тезис на как-то… Поторхе. Мы работаем над фотографиями. Кто был на аудитах, знает, насколько я параноидально к этому отношусь. Я просто забываю о том, что я специалист, захожу на листинг и говорю, что ты продаешь. Почему это здесь написано? Почему оно написано таким мелким текстом? Я не могу это прочитать с телефона и подал. И вот так вот по каждой фотографии. У меня нет 10-15 знакомых. Все у вас зонщики, понимаешь, и я не могу им показать. Это ты говоришь о главной фотке. То есть мы сначала оптимизируем главную фотку. Сначала оптимизируем главную фотку, она влияет на CTR, а потом уже с оптовой по остальной фотографии, они, конечно, нам влияют на конверсию. И там у нас есть основные принципы. Минимум текста. Текст очень крупный. Тот текст, который должен быть заменен иконками, понятными иконками, должен быть заменен, например, Натуральная кожа, как выглядит значок. Народ пишет там, какая кожа, из какого ребенка. Я говорю, зачем есть значок международно признанный, как изображается натуральная кожа. Нарисуй его и все будет понятно. И таких значков множество только надо сесть и подумать, как это сделать. Для того, чтобы визуально в 4 секунды человек зашел, за 4 секунды понял, что это прикольно, купил. Либо пошел сравнивать и потом вернул. То есть вот тоже вы понимаете, как человек покупает. Он набирает запрос, выдачивает куча-куча товаров, он открывает, 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 открывает. Потом между собой их сравнивает. И тот, который выглядит более солидно, даже по чуть-чуть более высокой цене, а там есть скидочки, он начинает на вашем листинге скидочки выбирать. Так, а значит здесь будет минус 2 бакса, а здесь минус 1 доллар. И он уже зависает на вашем листинге, понимаете? Уже микроконверсию он уже сделает. За счет того, что вы просто навесили туда каких-то скидок, еще чего-то. Потом купон нажал, там еще какой-то купончик. Ну понятно. И вот это все очень-очень сильно влияет на конверсию. Так, значит по фото, я сказал, минимум текста. Значками должно быть все обозначено, что написано, но можно обозначить значками. Ну по самим ракурсам там это все очень индивидуально. От товара зависит то, что там первая фото должна быть крупная. Что еще мы используем? В использовании тоже желательно, чтобы были фотографии. Если на фотошоп, то я на это хорошо на фотошоп. Но это могут быть 3D-модели. Мы 3D-модели пользуемся. Это нельзя. В такой момент, я услышал, что мы через дейсер, а вот он сделала скорость комбинации фотографий, если они как-то... Да. Скорость фиксирования, например, комбинации мало? Ну минимум месяц. Минимум месяц? Нет, мы не так. Мы через спитли тестер. Сервис спитли, который раз в сутки меняет их. Набор фотографий. Главный фотошоп. То есть там украсываем это тестер. Мы гоняем тестер в основном. Главный фотошоп, потому что это влияет на сет. Набор фотошоп второй по последний, потому что они влияют на конверсию. И цену мы еще тестим. Тексту мы не тестировали, потому что их заиндексация. И цену мы можем тестить там плюс-минус, плюс-минус, чтобы понять, насколько эластичный спорт. Ну то, что называется эластичным спортом. То есть если плюс-один бакс и объем продаж на долгосрочном периоде не падает, значит можно поставить плюс-один бакс, пока что. Пока не набежали конкуренты. Ну нет никакого понятия. То есть в спитли он сам показывает. Тест закончен. То есть он может протестить из-за 10 дней, а может крутить и 2 недели. И 2 недели, и 3 недели. Только 2. Аптест. На Амазоне сложно сделать сэптест. И вот они придумали такой механизм. Мы ничего не заплетаем, мы платим денег. То есть можно и самому что-то ввести. И правильно это делать. Зачем опять же? Потому что в одиновой параде. А вопрос о конверсии. Амазон сейчас учитывает конверсию реальность? Откуда же она? Она в бизнесе. Мы предполагаем, что тут что-то в бизнесе больше. Я объясню почему. Но нам важна реальная. Потому что мы будем работать над реальной конверсией. Нам ее надо повышать. Если тогда в бизнес-репорте не засчитывается еще и АМС, то есть у нас трафик идет. Когда вы идут, нам надо понимать по каждому источнику трафика, как он конверсит. Поэтому считаем реальной обязательностью. Так. Да. Сейчас я попробую. Текст, тайтл, буллиты. Через три или нет. Он меняет раз в сутки. Индексация проходит дольше. Она может цветать. То есть мы как бы заиндексировали и потом проверяем это. В течение раз в месяц можно проверить индексацию. Кстати, мы это обязательно, я тоже забыл сказать, что при оптимизации этих запросов мы смотрим, по каким мы продаемся. Если там есть незаиндексированный запрос, мы их доиндексируем обязательно, да? И вот из-за индексации мы тесты не делаем. А как ты можешь выделать? Как вы делаете? Нет, ты видишь просто по каким запросам, например, у тебя продается, и ты видишь, что в тайпе у тебя этот запрос стоит. У тебя там получается один запрос супер продает. И нормальный объем дает. Ты видишь, что у тебя в тайпе этот запрос стоит где-то там, в конце тайпа. Ты понимаешь, что он это передвинут. То есть это даже не тест, это просто раз. Если ты уже не теста на первых грани делаешь. Если ты уже там ставишь. Да, ну... Если на первой странице... Ну да, если на первой странице... Ну да, но это не делайте. То есть он взять четыре... По текстам? По неделю и по дням. В основном индексация вот этого самого... И на третьей странице может все полететь еще. Нет, только для этого вопроса, чтобы в том плане, что, типа, что нужно, чтобы пробовать менять текст, или они не имеют как вылеты? Ну, скорее всего, в три планах. Они влияют на конверсию булеты. Тоже... Оттестировать это сложно. Надо переставлять местами. Можно. Можно тестировать тексты булеты. Мы не делали. Мы можем просто брать и неделю... Одни тексты, и через неделю заинтересовали две тексты. И так вот, там, через месяц мы будем иметь тот текст, который работает на штаб. Я его включал, он мне что-то там повышал, понижал, и я... Я не понял, почему он меня выключил. Я пока ему не доверяю. То есть, они тоже сказали, что у нас там машинное обучение. Это вот вопрос по профитпику. В скрипте есть такая функция. Профитпик, он умеет анализировать остаток на складе и повышать цену, если у вас там склад, допустим, заканчивается. Может понижать цену, если он считает, что надо будет разогнать немножко талант. И он как бы сам, они говорят, самообучающийся. Но у меня не хватило терпения его обучить. Просто? Может, так в случае, в варианты не делаешь? Возможно. Я его включил два или три раза. Я не думаю, на чем он менял. И как часто он менял. И я ничего не знаю. Это трек, правда, не индексация. Индексацию мы проверяем сейчас. Например, АНЗ на последний видео я уже нашел буквально. Он логин для крома хорошо проверяет. Смотрите. Смотрите. Просто расскажу на этом товаре, который разнесли отзывы. И почему он до сих пор продается по 35-6 в день. То есть, если бы я не сделал определенные не манипуляции, а есть, когда-то снесли отзывы. Я думаю, что этих продаж бы нет. Просто вот он запустился. И я думаю, что надо делать. Скидки выключаем сразу. Могу остановиться на то, какие мы скидки используем. Обязательно мы включаем скидку. Теперь, какие мы скидки делаем? Сережа должен просто заболтать этим вопросом. Значит, обязательно мы делаем скидку на двух единиц. Это первое. То есть она просто должна висеть как промоушен. Вот от двух единиц там 10%, 15%, 20%. Вторую мы делаем обязательно скидку. Купон. Купон выключаем. Конечно, надо считать. Потому что купон стоит 60 центов. Плюс еще сумма самого купона. Мы заметили, что сортировка на странице купонов идет по самым новым. Поэтому мы купон заряжаем не один и на месяц. А делаем вот так. Один на два дня, через день, два дня, через день. У нас их уже немного. Он отрабатывал, выключился, а потом включился следующий. И мы зарядили на один товар 5, 10, 15%. Процентов купонов, чтобы посмотреть, какие лучше работают. Какой лучше сработал? 5%. 5%. Я вам не объясню. Мы зарядили 6 купонов, 5, 10, 15, 5, 10, 15. И два раза 5 показал себе проще, но и лучше продажа на первый продаж, чем в 15. Я не знаю, что вы понимали. Ничего вообще не делали. Если надо, это просто купон. Просто 1 на 5 долларов. А там 50%. Я не знаю, что они думали. Я делаю тест и не могу понять логику. Оставили 5. Хотите 5? Получаем. Потому что есть страница, которая amazon.com slash coupons. И эти все купоны там. И они там сортируются, фильтруются, ранжируются. Как-то. И, возможно, тот, который 5 попадает в какое-то большее количество категорий. У меня единственное положение, почему так получилось. Но именно два раза, полн 5%. Опять же, не думайте, что для вашего товара так будет. Надо провести тест. И вполне возможно, что у вас будут другие купоны. Но мы долларами не используем. Только в процентах. А потом по купонам. А потом нажимаем DFLT. И вот если вы сейчас знаете. Беспально? Беспально. Я рассказываю про то, что вы не знаете. Не знаю. Не знаю. Как понимать, что у покупателей не все используют купон, который ты представляешь. Грубо говоря, у меня там, если я хамлю купон, 20 продаж по купону. Смотрите. То, что я говорил. Люди там тратят 4 секунды на поиск товара. Да им плевать на этих 20 центов скидки. В большинстве. Да. Вы должны понимать, что эту скидку будут использованы в процентах 20. Это купон. Это купон, который покупает? Это который жёлтый. Купон, да. Мы называем этим жёлтым. И он повышает CTR выдача. То есть почему мы его используем? Обязательно. Потому что он повышает CTR выдачи. И потом ещё даёт чуть-чуть плюс к конверсу. И дополнительно мы ещё на старте нового товара вешаем на какую-нибудь там фотку внизу. Купон походу ещё каких-то 20%. Это будет там в ноль, конечно. Но для самых там пытливых. Не вот таких вот, которые не используют купоны. А те, которые будут сидеть и там высчитывать, какой купон лучше сработает. Вот это примит. Вот они его найдут. И именно из-за того, что там есть купон, они поймут, что цена, по которой они купят наш товар ниже конкурентов. И они тоже по опыту сработают ну 20%. 15-20%. А на купон пишите, да? Да. Для самых таких. А ещё такой секрет не сделать. Мы так и пишем. Больше дискаунт. То есть на запас. Чтобы они знали, что это больше дискаунт до конца месяца. Он может там весь навести. Но для них это будет больше дискаунт. И они его находят и идут для самых таких вот. И бить руками купоны. Большинство просто. Представляете, если 70% покупок с телефонов, эти купоны вбивать там вообще нереально. То есть его надо заполнить. И потом. Поэтому все, кто там с компьютера, они будут нам добавлять какие-то проценты к общему объему продаж. И они себя очень хорошо показывают. И эти вот скидки у нас висят на постоянное слое. Подключаем, выключаем. Но они там постоянно есть. То есть вот. Человек заходит на листинг наши, конкуренты, и видит, что у нас побагато. Много всего. Много всего. Глаза разбегаются. Сейчас буду выбирать. А если надо в главном разуме? На главном взятии. Главное, во-первых, нельзя. Вот зачем? У нас цель определенная. Зачем нам? Главное, выдача этот купон будет мелко написано. Ну, на вторую компанию. То есть вторая компания просматривается чаще всего после приема, да? Так, скидки, купоны. Видео на листинге. Вот этот товар, который вы говорили все отзывы, я успел сам попользоваться на видео. Записать несколько видео, через свой аккаунт покупателя заливаться на листинг. Аккаунт покупателя на 50$ заливает. Много. Я купил этих видосов, и я думаю, что он... А ты не за 50$ заливает на своего аккаунта? Ну, я залил уже на штук 7 товаров. А в правилах есть информация? Конечно, запрещено. У нас много чего запрещено. Конкретно было сказано, что для этих мероприятий, там выдают принятие того видео, какого-то социального приятного? Нет. Нет. При нуле отзывов на листинге можно взять отзывы, например, самому первому, первому видео. Это видео, которое... Прикол? Нет, оно будет просто как видео. В чем прикол? В том, что отзывы удалили. Там в отзывах был один из доз. Его снесли вместе с отзывами. А вот. И три видео остались. А ничего, чтобы вы работать не могли? И работали. И вопросы-ответы... Рассказываю. Полный харк. Просто как... Как бы... Мы раньше набивали эти вопросы-ответы прямо со старта. Что там было много. Но какая получается не очень хорошая штука? Если у вас качественный товар, вы его продали много, продаете много, а вопросы-ответы сделаны со старта, то новые покупатели вопросы задавать не будут. А те вопросы, которые вы задали, ответы вы уже сами написали, и никто отвечать на них не будет. Вы знаете, что такое вопрос-ответ? Это когда покупатель потенциально вбивает запрос, вопрос там, а можно там его использовать, я не знаю. В ванне, да. И те покупатели выборочно, которые получили... Ну, Ваня, что только за товар. Это город, это город. И те покупатели выборочно, которые купили этот товар, получат этот вопрос, нажмут на кнопку, я на него ответил. И получилось так, что я поленился делать эти вопросы с самого начала. Мы продали несколько тысяч штук. И потом думаю, да, я набью вопросы. Я набил. И у меня на каждый вопрос теперь 5 по 6 ответов. Да, круто, да, оно работает. То есть надо продумать еще какие вопросы задать, чтобы покупатели, которые купили, отвечали, что дайте покупать. Это как дополнительные отзывы получаются. А вопрос, как вы сказали, что аккаунт будет платить? Генерирую, что аккаунт будет платить. Это не страшно, потому что вопрос задать с одного аккаунта? Я с одного не задаю. Я не знаю. Я не знаю. Пока что не баню. Кто-то там написал, что там удалили все вопросы. Я один раз прочитал. Почему их нравится? Я не знаю. Вот у нас было там учеников около 100 человек. Мы всем советовали. Я явно половина сделала эти вопросы. И по-моему, никакого проблем не было. Сделали. Сделали. А потом закажу с селлор аккаунта, чтобы как селлор на него ответить. Но я в чем так сейчас. В том, чтобы на некоторые вопросы не торопиться отвечать самому покупателю. Но если в товарах не очень, то лучше отвечать сразу самому. А если приходит обращник клиентов или как-то покупал? Тем, кто покупал, причем выборочный. А выборочный? Да. А причем выборочный? Ну, потому что, я не знаю, наверное, по всей базе. Просто я, когда их задаю вопросы, мне приходят вопросы, но не все. Там, если ты увидишь, как этот вопрос составлют, так вот, наш хороший амазон, да какие-то лучшие вопросы слал, чтобы отзывали. Понимаете? Потому что он настолько круто приходит в такой красивой рамочке и такой вопрос. Как этот товар для вас работал? И кнопка. Аранжевый, да? Да. Он тупо нажимает и просто пишет ответ. Нет. А отзыв, чтобы ответить? Ну, он его, во-первых, не попросит никогда в жизни, да? Он, потому что я реально встречал там, когда же вопросов, только не прошел вопрос. Да? Да, да, да. Так нет, я ж так обнаружил. Я задаю вопрос, такой пошел там, что-то там, поговырялся. Думаю, сейчас надо ответить на вопрос. Затажу там по четыре ответа. Да, да, да. То есть, вот личка такая, и она реально работает. И получается, отзывы снесли, вот это все остальное осталось. Продав меньше, продается в ноль, но продается, закончится. А по видео сколько вы делаете? Есть этот товар. Смотри, мне приходят, допустим, вопросы, вот покупатели начинают. Для меня там тот, какая-то проблема, какая-то. Я понимаю, что надо это записать на видео, чтобы эту проблему снять. И проблема снимается. И потом, я даже добавляю это видео в автореспондер, чтобы... То есть, ссылка прямо на Amazon, да, идет автореспондер, его ставить можно. Для того, чтобы человек получил потом мыло, прочитал, что, ну а, тут мыло можно так использовать. Всегда проблемы с товаром часто возникают. Если это не топор, да, чем сложнее. Топор тоже, я зарубил нечаянно. Продолжение системы, могу сказать, Чекут использует как раз, допустим, типа инсталляции, там, или что находится в рампополке. И потом на них как-то так же, через этот фонд их вопрос ссылаться, там, что сутки издаляются. Просто конверсанты. Потому что у меня там вопрос, как усмарить, как делать, пожалуйста, все это так. Да, я прямо сейчас там себе пишу сценарий этих видео. Пока не убивают их, пока позволяют заливать. Уже у меня есть вопросение, что надо завести еще пару аккаунтов, чтобы как-то, ну, отнести их между собой. У меня на все товары. Там сервис есть, чтобы оставлять. Ну, Амазон сейчас это сделал сам. Ну да, понятно, я имею в виду, чтобы если аккаунты не делать, не проводить, он будет через сервис. Ну да, да, сервис. Можно, можно тоже кому-то заплатить. Там, если мои, например, струбьют видео за что-то. Там, за банят, например, аккаунт покупателя. То те видео останутся. Струбливый аккаунт. А видео на живой аккаунт покупатель, ну, обычно, текстовое, одноразовое? Нет, там именно на живой, там не получается залить видео, если нет возможности с аккаунта ставить отзыв. А с аккаунтом, т.е. оно с отзывом не связано, но оно взаимосвязано. А с аккаунтом можно оставить отзыв только тогда, когда сделано на нем на 50 долларов или больше. А с аккаунтом не работает или нет? Я не знаю. У меня просто есть аккаунт, который я покупал на обзору, где я имею в виду. По идее, должны работать, но на сколько они влияют на вот этот 50%? Так, что дальше давайте? Гол. Ну, у нас вопрос вот так не будет. Давайте, если вы говорите. Угу. Спасибо. Не, я только свои делаю. У нас была идея купить товар конкурента свой, показать, что наш лучший залить конкуренту, но... Зачем аккаунт не хотим? Нет, он там как функционал есть, но мы его не используем. Мы используем только на проводе и на... А я сейчас подумал, что случайно мы поняли, что они так называли, как круг, но и провод, и прейс. Это завтра мне не понадобится. Ну да, да, да. Есть просто... То есть структуры-то разные бывают. Он теперь инструмент предоставил. Если ты делаешь одну кругу экзак на друг прейс, а друг прейс, а друг прейс, то кто-то может залить все это. Ну, все эти слова в одну круг. И что-то надо быть минусом. А так вот у нас по кругам поделены, и так прейс, и так не минусуем только старт. Ваш вопрос на Сидиана. Важно показать, что он у нас не всегда, но Амазон не дает слова, по которым были показаны, не было следовательно, и, соответственно, Сидиана не дает. Он не постоянно. Он реально постоянно, ну, не постоянно, а прямо вот, реально падает в Сидиару у компании. Сколько человек есть? Он реально падает. Нет, ну, мы не видим слова, которые мы не установили, чтобы он вообще их не показывал. Он показывает, по ним, видимо, нам не говорит, кто их не показывал, а он показывает. Ну, конечно, они их не показывают, потому что они, это первые запросы, по которым не остановят пока. Сам Амазон не останавливает, возможно, но у нас же механизма у них тут нет на это повлиять. То есть, мы можем предполагать, что у нас не много, но, видимо, это у них нет. Тут, конечно, еще бывает так. Когда ты заводишь вонуал, автомату не хочет показываться. Бюджет его оставил, и он начинает, а-а-а, забрали, и начинает искать. И вот находит какие-то такие запросы, по которым... Ага. Реально, бывало даже такое, что сейчас... Бывало даже такое, что он умел показывать по запросам смежной ниши, по которым он мало вообще не приходит. То есть, подкилка — это для собак, кони только не проголосы идут, но... И, значит, смотрите, мануал купился четко по вот этим вот запросам, которые по подкилкам, а автомат... Он как-то умудрился показывать по аксессуарам для Mazda, аксессуарам для... Вот какие-то вот запросы, связанные с марками машин. Мы попытались заиндексировать марки машин и вкрутить мануал — ничего так. Потому что это pet supplies, а марки машин вообще никакого отношения сюда не имеет. Ну, автомат может. Мы сидели такие, читали репку, думая, как делать так, чтобы он только по нему показывал. Не расскажешь. Да. По поводу... Какой сам? По поводу. Вон я. Вопрос следующий. Вот по поводу инвестации. А что делать с инвестацией вордух по хренде? Очень интересная тема. А там Кошник говорил, что вообще вот этого человека просто имеет значение. Нет, то есть как-то там автомат говорит, когда он приходит инвестировать, когда он приходит инвестировать. И потом там сгрубается витаж. Это... У меня еще интересная история. У меня не инвестируется больше 40 слов. То есть, весь процесс, это понятная тебе история, да? Оно неважно. В качестве темы получается надо инвестировать. А? Литинги. Литинги там мало. Там уже мало. Вот. Больше 40 слов вообще не инвестируется. Они инвестируют одно слово или... Нет. Он черел. Он инвестирует, инвестирует, инвестирует. Потом добавляет какое-то слово. Он опять инвестирует примерно половину. Так, а 250 с него... 250 с него укладывается. Ну, вот эта вот граница, это 250 или... Это... Или меньше. Может быть, среди стратегий. Вот там по 100 символов, то есть короткие слова. То есть такой... Ну, лимит... В основном 250, но еще здесь... Какая-то реклама. Какая-то реклама. Какая-то реклама. Вот в электронной тене. Да. Будет... Бывает. Прямо реклама. Как то, что... Очень короткие проекты. Уже будет... Там... Сейчас будет реклама, по-моему... Вот... Фраймдэй или там... Мазердэй. Он уже сделал там... Вот здесь... Будет тайтл... Вот так вы будете... Ну, он сейчас тут у нас полностью. 500 либо... Фрикшен... Ну, и... Понятно, что... Ну, и... Понятно, что... Ну, смотри. Просто можно предположить, что тебя... Это длинит меньше. И вот эти 40 слов влезает и все. А ты какая-то есть еще? Ну, все слова. Сейчас и я тогда отвечу на тот вопрос, да, который... Значит... Артем, да, это рассказывал. В поводу того, что... Шерстермы надо там дублировать... Основные слова для того, чтобы автомат... Их брал... Значит... Кому верить называется? Брайан Джонсон говорит, что органический алгоритм органического ранжирования берет... Он для своей... Вот этот, то есть, индекс... Он берет данные из тайтла, буллетов и все-все. Description не включается. То есть... Мы это замечаем тоже. Мы через Description можем... Чем дальше, тем у нас сложнее лучше индексировать. И по-моему, начали, чем это все. А в PPC же все запросы, которым автомат начинает показываться... Автомат и ручные тоже релеванты. То есть так восстанавливается. Он берет данные только из видимого лица. Терфтер мы туда не отключаем. Но при этом есть свидетельство, что когда терфтерн убираешь... Ну, из терфтерна слова забираешь... Показ именно в автомате пропадает. Есть такой не только от него. Кто-то и где-то я еще считал. Но это как-то редко. Я считаю, что все-таки если товар продается по этому запросу, то и автомат будет по нему показываться. Мы этот вопрос решили как. Мы просто... У нас есть еще сабликментер 5 полей. 57. У нас те, которые хвостики... Ну, длинных запросов мы там все в терфтерну можем запихнуть. А сабликментер еще пару слов по поводу. Как мы повторили с риском. Много полей, Сань, на самом деле. Куда мы начали... Полей много еще. Да, полей много. Просто сабликментер точно влияет на индексацию сразу. Индексируйте, поверяйте. Ну, ничего про инстекцию. На данный цирк или зачем? На данный цирк или на 1090. Ну, я так и говорю, он индивидуально должен просто проверять на каждом месте. Кстати, в поле тестировал такой момент, я просто у меня говорил, что если бы не получали дистанера, то операционный цирк на 2000. У меня не было такого. Ну, ты пробовал? Да, пробовал. Не знаю. Может, опять думать. Да это какая-то часть. Не-не, там не настолько все линеет. Потому что чем дальше, тем больше замечаем, что товар может быть в выдаче без индексации вообще. Ну да. Если по слову нет индексации, но есть продажа, то тут выдача и продажа. Да, да, да. В полной серии акций. Ну вот, и чем... Просто этот BBS новый поезд, да, как он там... Я думаю, в принципе, мы решаем себе такой момент, что Амазон помимо твоих ключевых запросов, еще, я думаю, стараюсь только уступить, потому что она инвестирует, и смотрит, по каким запросам товару подается, и они уже какие-то категории, то есть просто категории. Зачем он здесь сейчас категории, на подробные год категории, там вообще, подробные, подробные. Иногда там, значит, часто подсказывают, а сейчас кинем, по сути, там, по сути, будет. То есть, она, кстати, в деле, из-за того, чтобы если ты даже дошел ближе, и вообще, там, из-за того, чтобы не рожал, и я должен начаться средствами быть вылечен. То есть, какими же ключами ты должен инвестирует? Ну, как это инвестирует за тем ключами, которые релевантны, данные по категориям? Логично. То есть, релевантность, она связана не только с теми словами, которые есть в лестнике, а и в какой категории этот лестнике находится. Поэтому тоже очень часто бывает, что если это категория закрыта, но не открыта, там показов, даже BBS не дождешься. Как только ты открываешь категорию, если появляется не лучше. Вот китайцы меняют эту категорию, то сразу все ухудшает. А это я по тебе ответ. Не знаю, какую менять? Ну, конечно. Я посмотрю, но из-за этого показателя не стало, а у вас стоит у вас. Да-да. Какая-то удобная информация о том, насколько онлайн механизм, где мы могли употреблять, не официально. Как снова. Молчай. Сидел, перстал полночки. Значит, 21 мая запущенная компания. Вот вам показатель. Ну, плохо. Да? Какая-то? А, ну, как? Ну, значит, 3000 долларов, 2,5 это сколько? 5,5, да? 2. Ну, в общем, это вот за... Какие разные компании? Просто я не знаю, я сейчас начну рассказывать еще, как выстраиваете. Это... Ну, то есть в хедлайне три товара всегда. Да? Но всегда я расстраиваю на один. То есть вот эта вот пачка компаний на один товар. Главный товар. Это не зависит от 21 мая. Да. И по этим же товарам PPC работает в 2-3 года. Вообще не будет делать. Где-то похоже на силу. Я их правильно запустил. То есть я могу рассказать, как запускать. Потому что я побегуешь в свою сумму. Потому что я уже и так. Если вы попасть, то желаем, то есть нужно специально это проиграть. А если нет, то... Нет, нет. Говорю, кстати, не пост говорит, что не надо. Вот это вот хедлайны для нас ключи. А ты вообще не участвуешь на Министерство? Или нет? Смотри, хедлайн сейчас расстраивается. Ну да. Он не расстраивается. Он говорит, что я есть в выдаче. Но я такой не имею в виду. Не могу в выдаче его... Ты его... Ты его не знайвал? Ничего не клипа? Нет. Это хорошо, что конкуренты тестируют товар. Запускание. Понял. А кто бы сказал? А кто бы сказал? Может быть, не важно или нет? Смотри, рассказывай. То есть вот AMS — это отдельная система. Она существует... On the market and service. Она существует вообще где-то вендеры. Кто такие вендеры? Вендеры — это те, кто напрямую продают контейнеры, товар контейнерам и Амазонам. Амазон sold and fulfilled by Amazon. Амазон продает. И он этим вендерам предоставил, сделал инструмент рекламный. Потому что у них нет Sponsor Products в Seller Central. У них есть ByMessie Sponsor Products. Два абсолютно разных инструмента. Селеры, которые в сфере Seller Central самые ушные у нас товарищи. И они нашли возможность получать AMS в свое время. Сейчас уже нет этой возможности. И используют. А поскольку Amazon интересная система, она никак не ограничивает. То есть я могу запустить на ваш товар из AMS. На еще чей-то товар. Вот, пожалуйста, крутите. Вот. И научились крутить на свои товары. Вот через AMS. То есть AMS сейчас получить нельзя. Там было несколько примеров о том, как получить. Сейчас, я не знаю. В Бендер Экспресс закрыли. Там есть еще GDP аккаунты. И через AMS получается. Работают они для товар или нет, я не знаю. Приегают их или нет. Я еще не знаю. Еще один был так. Он умер. Я не сказал, он умер. Я зарегал там пять аккаунтов. Я так вышел вернул. Я так вышел вернул. И о чем? Да. Я уже перебрал там. Я предлагаю сейчас остановиться, что по сайме культивали. В общем, будут вопросы, будет чай, вопрос, ответ. Но касается всех твикеров, и можно будет вопрос ответа. Сереж, ты будешь про? В этом он оформил? Не, в этом он кандидат, я постою. Ну, я не хочу, я как-то вам скажу. Уменно-кать-ка. Нет, я просто думаю, может, потом... Ну, типа, люди оторгнули. Она таев. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Давай подойдем. Давай, давай. Давайте поплодам Александру! АПЛОДИСМЕНТЫ